Жизнь, как служение искусству. И передать новому поколению нравственность и духовность. Это Светлана Кесб считает своей судьбой. Абхазская беженка. Из глубины ее души идет тихий и добрый свет, который согревает не только близких, но и учеников и друзей. Мы познакомились в Тбилиси и быстро подружились. Пережив войну, становишься мудрее. Испив горечь потерь, начинаешь думать о том, как уберечь от ошибок следующее поколение. У каждого свой путь к миру. У Светланы Кесба он начинается с духовности. Добрый вечер, Светлана Прокофьевна. Я очень рада видеть вас у нас в гостях. Спасибо большое за приглашение. Я очень рада познакомиться с вами. Мне всегда хотелось пообщаться с вами. Мы люди искусства. И я думаю, что нам есть о чем поговорить. Я буду писать ваш портрет и задавать вам вопросы. Я согласна. Путь педагога, или, как сейчас принято говорить, карьера, началась с того, что выпускница Тбилисской консерватории Светлана Кецба вернулась в родной Сухуми и возглавила единственную на то время в городе музыкальную школу. В ней учились более полутора тысяч учеников, а преподавателей было около 150. Затем в 18 лет она возглавляла Сухумское государственное музыкальное училище. За эти годы уровень музыкального образования в Абхазии повысился в несколько раз и стал одним из лучших по всему Союзу. Я столкнулась, конечно, с определенными трудностями, потому что это было единственное учебное заведение в Абхазии тогда, единственная музыкальная школа, в которой учились более тысячи детей и огромный коллектив, и практически все члены коллектива были старше меня. Я сейчас удивляюсь, каким образом я смогла сплотить этот коллектив и превратить одну из лучших учебных заведений не только в Абхазии, и не только в Грузии. С 1971 года Светлана Кецба стала первым и бессменным председателем Союза композиторов Абхазии. Организовала множество фестивалей грузинской и абхазской музыки. При ней была создана знаменитая Сухумская детская хоровая капелла «Интернациональный хор» под руководством Гурама Курашвили, лауреат многих международных конкурсов. Казалось бы, прекрасный руководитель. Можно радоваться успехам многочисленных учеников и последователей. Но судьба распорядилась иначе. Началась война, и Сухуми перестал быть городом, где национальность не имеет значения. Педагогов и учеников разбросала по всему свету. Когда рушится дело всей жизни, многие люди ломаются. Но Светлана Кецба не из таких. Твердый характер у нее от предков. Их она знает вплоть до прадедов. Один из них – Тлабган Кецба, родом из Гудаута и известен как основатель города Гали. Фотография прадеда-долгожителя висела в местном музее. Он прожил 120 лет. Другой дедушка был швейцарцем. Предприниматель Теодор Шлаттер женился на абхазке Химури-Эмухуари и остался в Абхазии. Отец Прокофьи Кецба был юристом и неоднократно возглавлял коллегию адвокатов Абхазии. Он своими руками выстроил двухэтажный дом и вырастил сад. Двух дочек в семье Кецба воспитывали строго. Музыкальное образование было обязательным. Неудивительно, что младшая сестра Марчелла стала пианисткой, а сама Светлана – музыковедом. Это был город-сад, прекрасный, прекрасный город. И мы жили в районе, который был застроен замечательными строениями. И, наверное, все это, вся эта красота, эта природа, все в результате отпечатлели с наших душах. И я могу сказать, свидетельствовать о том, что мои друзья, мои приятели были очень чистыми людьми, для которых главное было принести пользу другому, сделать добро. Мне бы хотелось узнать, как в таком теплом и дружном городе, как Сухуми, мог возникнуть конфликт. Вы мне задаете вопрос, который часто и я задаю другим, и мне задают. Недавно я была на очень траурном мероприятии. Это были похороны молодого человека. Ну, по существу, опять-таки жертва войны. И мать, когда увидела меня, она первое, что сказала, как мы могли допустить, как случилось, что такая ненависть возникла между абхазами и грузинами. И даже трудно понять, как это смогло случиться. Я думаю, что я плохо отвечу на ваш вопрос, по крайней мере, недостаточно убедительно. Странно, что и сейчас за пределами Абхазии встречаются абхазы и грузины, те, которые дружили в Сухуми, и они продолжают дружить. Но, тем не менее, попасть на свою родину грузины уже не могут. И многие абхазы тоже живут не на своей родине, а живут в Москве или в других городах, в других странах. Мы должны искать ошибки, наверное, и у абхазов, и у грузин. Мы поддались, к сожалению, той злостной пропаганде, которая была допущена. В этом городе, где друг друга любили, в этом городе уже нет ни тех, ни других. Ну, просто мы не казались достаточно умными, пусть будет так сказано, чтобы предотвратить ту политику, которую нам диктовали. Окончив с отличием школу в Сухуми, Светлана Кецбай без экзаменов поступила на филологический факультет Тбилисского госуниверситета. И тут опять вмешалась музыка. Педагог Светланы, Тамара Лолуа, настоялась, чтобы она поступила в Тбилисскую консерваторию, где были выделены места для абхазских студентов. Сказались сухумские связи. В Тбилиси Абитуренко жила в семье знаменитого дирижера Одиссея Димитриади. Годы, проведенные в Тбилисской консерватории, где в то время учились музыканты со всего Кавказа, Светлана и сегодня вспоминает с благодарностью. В Тбилисской консерватории учились такие, как Дауров, сказочный черкесский композитор, очень талантливый. И еще другие кабардинцы учились. И потом, уже позднее, когда я с ними познакомилась, они с большим теплом отзывались о тех годах, которые они провели в Тбилиси. В Тбилиси всегда отличалась культурой большой. Но мы, вот студенты, мы ни один вечер не сидели дома. Всегда была какая-то интересная программа, интересные концерты и спектакли, и в том числе оперные спектакли, спектакли оперной студии. То есть была очень полнокровная жизнь. Причем никаких вопросов таких зависти или там еще чего-то. Даже я не представляла, что такие могут быть. Светлана Прокофьевна, я знаю, что вашими друзьями было много интересных людей. Расскажите о них, пожалуйста. Вопрос тоже непростой. Дело в том, что мне посчастливилось встречаться с очень интересными людьми, действительно. Во-первых, это были грузинские композиторы. Ротарта Ктокишвили, Андрей Баланчевадзе, Шалвам Швелидзе, с писателями, Нодаром Думбадзе, с такими известными людьми, как Микаэл Таривердиев, как Аскар Фельцман, Эдуард Калмановский. Много очень интересных людей. Конечно, сейчас и перечислить всех невозможно. Я думаю, что нас приобщают к духовному, прекрасному не только встрече со знаменитыми людьми, но и совершенно простыми людьми. И об этих встречах ты помнишь в течение всей своей жизни. Хотя бы вот эта встреча, которая была мною тогда организована в Панкистском ущелье. И когда мы были в одном доме, то хозяева этого дома спрятали ключи от машины. Они хотели, чтобы мы оставались и оставались их гостями. Вот это вот мне так запомнилось. И когда мне... Субтитры создавал DimaTorzok